Король ужасов на сцене Чебоксарского художественного театра. В этот четверг состоится премьера спектакля «Мизери» по культовому роману Стивена Кинга. На одной из репетиций психологического триллера побывала и наша съемочная группа. Пол, Пол Шелден, Пол, СРАЗДЕСТВО! Пол Шелден – популярный писатель и автор серии романов о девушке по имени Мизери попадает в автокатастрофу. Его спасают и привозят в свой дом медсестра Энни Уилкес, которая является его безумной поклонницей. Я всегда знала, что вы такой. Я читала ваши книги и знала. Человек, который придумал место, который вдохнул в нее жизнь, просто не может не быть хорошим. Спустя время Пол замечает странности в поведении Энн и понимает – она действительно безумна, а он – невольный узник. Как избавиться от мучений и вырваться из плена? Два актера почти три часа держат зрителя в напряжении. Надо написать хотя бы одну главу, чтобы она понравилась твоему самому великому фанату. Давай, давай, давай. Постановка хоть и отражает основные события книги, но не повторяет ее полностью. Спектакль готовили три месяца. Я думаю, что это был очень серьезный вызов для актеров, для меня, как для режиссера, как для постановщика. Мы сделали историю о недостатке любви, историю об ответственности творца за свое творчество, об ответственности за слово. Я думаю, что это самая интересная для меня работа за мои последние пять лет. Главных героев играют Диана Яковлева и Александр Шаповалов. На одной сцене они не в первый раз. Актеры признаются, работать вместе комфортно, а постановка для них – подарок. Я с детства зачитывался книгами Стивена Кинга. И я даже представить себе не мог, что я получу вот такую вот роль, вот такую замечательную Пола Шелдона в романе «Мизери», именно в этой книге. Это произведение интересно тем, что это раскрывается отношение между мужчиной и женщиной. Причем такие вот современные. Это страшная тема, когда вот два человека вместо того, чтобы поддерживать, заботиться друг о друге, любить и помогать, они наоборот, в общем, друг друга топчут и тянут вниз. Она весь спектакль, на протяжении всего спектакля служит любимому мужчине, помогает ему осуществить его мечту, написать самый великий роман. Но проблема ей, наверное, в том, что все, что бы она ни сделала, к чему бы она ни прикоснулась, несет за собой разрушение. Я не знаю почему. Наверное, это карма, наверное, это какая-то судьба. Цвет, музыка и декорации. Каждая деталь погружает зрителя в мир Стивена Кинга, полный ужаса, отчаяния, безысходности и надежды. Татьяна Леонтьева, Денис Ноздрюхин, Республика.